В русского может записаться кто угодно, и вот кто такой русский, это становится вообще совершенно какой-то спекулятивной темой. Мало народов, кто любит из себя выписывать больше, чем русский. Два противоположных мнения. Первое. Наличие феминитивов в языке, оно делает женщин более видимым в обществе, потому что мы произносим слова женские формы, и, соответственно, общество больше замечает женщин. Полярная точка зрения, которая была популярна у всех остальных феминисток, феминизма второй волны, это наоборот, что от любых слов, которые как-то подчеркивают женский пол, от них нужно избавляться. Тут-то главное не в том, какого пола человек, а то, какой у него профессионализм, то есть прям противоположный взгляд. Феминистки, на самом деле, делают достаточно разумные вещи, они, во-первых, делят людей на своих и чужих таким образом, с помощью языка, с помощью использования вот этих вот суффиксов, дистанцируются от людей, которые не принимают их систему ценностей. Уже ли ты никогда не говорил «кроссавчик», «привет, медведь»? То есть нарочно. Человек, который много вот этих немных текстов, использует в своей речи, он не очень богатый, хороший русский язык. Тебя еще не выписывали из русских? А мне за что? Ях, все говорят! Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов. У меня в гостях сегодня Микитка, сын Алексеев, видеоблогер, лингвист, сотрудник Центра славянских культур в Москве. И поговорим мы сегодня про русский язык, о том, влияет ли он на то, как думает человек, и каким образом происходит трансформация, которая приводит к усложнению или к упрощению языка. Спасибо большое, Микитка, что пришел на эфир. Спасибо, что пригласил. Правда ли вот эта теория, что язык определяет сознание, что в зависимости от того, на каком языке мы говорим, это влияет на то, как мы видим мир, как мы его интерпретируем? В общем, дело в том, что когда эта теория возникла в начале 20 века, вот в Америке, Сипир, Ворф этим занимались, она во многом, во-первых, разрабатывалась не специалистами, раз, два, имела чуть ли не метафизические основания. То есть, в принципе, теория философская в таком своем изначальном виде и к научному положению, к науке, к реальному положению дела она имеет слабое отношение. Но, если ее уточнять, допустим, влияет ли система глагола в таком-то языке на то, как мы воспринимаем время, или на то, как мы запоминаем время, влияет ли количество цветов в языке на то, как мы запоминаем цвета, то тут не могу сказать, что язык влияет на мышление, и это нужно смотреть каждый конкретный пункт. То есть, она так 50-50 правдива. То есть, нету такого, что в зависимости от набора слов, которые есть в языке, и того, в каком порядке они идут, ты иначе относишься к событиям? Ну, опять же, это смотря, вот какой момент мы рассматриваем. Вот известная есть вещь, что в английском языке, когда, ну, допустим, лектор говорит занятия, переносится там на, не знаю, на два дня, ну, лучше на два часа, вот. И часть людей это понимают, что оно переносятся на два часа вперед, а часть людей понимает, что это переносится на два часа назад. У русского у человека такой проблемы нет, как бы, если сказать, что занятие переносится на два часа, значит, что на два часа позже нужно прийти. И вот такая есть особенность чисто английского языка. И более того, она зависит не только от того, что это носитель английского языка, а то даже в какой ситуации ты это спросишь. То есть, тут вот так называемый embodiment включается, то есть, как тело влияет на язык. язык. Есть опыты, где людей, допустим, спрашивают в очереди, в поезде. Вот тот же самый вопрос. Типа занятие переносится на 2 часа. На какое время оно переносится? Если люди движутся, они чаще говорят, что занятие переносятся на 2 часа вперед. Если они покоятся, то на 2 часа назад. То есть тут очень много разных фактов. То есть такая идея, что как Орвел придумывал новояз, чтобы ограничить доступное мышление человека, это в реальной жизни невозможно? Нет, но тут эти вещи, они все связаны... То есть язык, он же не существует сам по себе. То есть, допустим, мы придумываем какие-то термины, вот новоязовские. Мы же в них вкладываем не лингвистическое содержание, а конкретное, там, культурное, идеологическое. И именно оно влияет на мышление, а не сами слова. То есть тут нужно, мне кажется, больше отделить чисто лингвистическую составляющую от всей остальной. А есть ли ситуация такая, что если нет какого-то слова, которое описывает какой-то концепт, то этот концепт будет в меньшей степени сказываться на мировоззрении человека? Ну тут я сразу еще придрался к термину концепт. Вот такой пример. Часто говорят о том, что, допустим, какая-нибудь интеллигенция времен Елизаветы, что-то она делала. И люди обсуждают это так, как будто это само собой разумеется, что у нас сейчас есть некая интеллигенция. В советское время было, в 19 веке, в 18 веке. Но мы попадаем в такую засаду, когда смотрим на историю слова, видим, что конкретно это слово изначально вообще было синонимом латицкого интеллигенции, а разум как мышление. Допустим, моя интеллигенция там оказалась сложной. Значение мое размышление показалось ложным или там, в таком духе. А вот это значение, которое близко к нам, то есть некий класс людей, которые занимаются интеллектуальной работой, плюс имеют определенное мировоззрение, скорее всего, еще. Это слово, такое понятие, оно появляется только в 1860-х годах. Оно связано с тем, что появляется много разночинной интеллигенции в городах, разночинцев, которые потом из них интеллигенция возникает новая, которая сменяет дворянскую. Это напрямую связано с процессами урбанизации, со сменой крепостного права. То есть это очень культурозависимые вещи. Именно поэтому, кстати говоря, слово интеллигенция, оно обычно не переводится в иностранные языки, то есть на википедии можешь открыть. Оно просто стало заимствованием. Да, стало заимствованием, потому что это вот наш, скажем так, концепт. Но можем ли мы говорить, что у нас было некое представление об интеллигенции до того, как это слово появилось? Ну, это вопрос. Вот, скажем, были же какие-то модные люди, мы прямо в начале, в конце 90-х были. Но можно ли их назвать хипстерами? Вряд ли. Вот, то есть это такой пример из нашего времени. Вы знаете, их называли эмо, хипстерство, эмо и вот эти вот субкультуры. Это все-таки явление не общего. Это явление субкультурное. Ну вот видишь, снова мы говорим, что появилось сначала не как культурное реалие, а потом появилось слово. Наоборот, не бывает. Ну хорошо, но вот если возвращаться к современным реалиям, то современные феминистки настаивают, что отсутствие или наличие женских окончаний и формы в языке может носить форму угнетения. Они имеют в виду именно то же самое, что имел в виду Сиперворф, когда говорили о языке. Да, все, скажем так, я не буду говорить все, наверное, на мысле большинство рассуждений феминисток или противников феминизма о языке, они носят спекулятивный характер, потому что они так неосознанно обосновываются как раз на этой гипотезе Сиперворфа. То есть, к примеру, два противоположных мнения. Первое. Наличие феминитивов в языке, оно делает женщин более видимым в обществе, потому что мы произносим слова женские формы, и, соответственно, люди больше замечают женщин. И хорошо, а как раз не используют феминитивы, это угнетение. Полярная точка зрения, которая была популярна, на мой взгляд, еще всего лишь 5-10 лет назад у всех остальных феминисток, но это феминизм второй волны, то есть это советское время, это Запад в прежние годы. Это наоборот, что от любых слов, которые как-то подчеркивают женский род, женский пол, лучше сказать, потому что про род отдельная тема, грамматически, женский пол, от них нужно избавляться. Почему? Потому что если мы, допустим, говорим в одном случае, там, не знаю, там, менеджера, а в другом там менеджер или менеджерша, или там кассир-кассирша, то мы зачем-то подчеркиваем женский род, женский пол, еще я снова оговорился. Вот, хотя тут-то главное не в том, какого пола человек, а то, какой у него профессионализм. То есть прямо противоположный взгляд. Но оба взгляда не имеют никакого отношения, на мой взгляд, к реальности, потому что, ну, то есть, как видишь, прямо противоположные точки зрения, обе основываются на одном и то же. То есть это, на мой взгляд, чистая софистика. Нет здесь просто попытки побороться с культурными стереотипами. И возможно ли это делать с помощью языка? То есть феминистки даже в России, они же не просто борются за женскую форму языка, они борются за его конкретный вариант. То есть, говорить там докторша, это уничижительно. Нужно говорить докторка. Ну, смотри, это тоже на третью тему залез, про семантику суффикса. Это первый момент. Вообще, на самом деле, вот феминисты этого не очень, ну, дай-то, я говорю, они не очень это, как этот факт, примечают. Но на самом деле язык очень хорошо реагирует на то, на изменения в обществе, на изменения в отношении к гендерным ролям. Потому что, ну, смотри, у нас почти что к любой профессии можно подобрать феминитив, вот, только он будет таким нелитературным. То есть вот с тем же самым суффиксом ша. То есть слова-то есть. Если нам нужно это выразить, мы это выражаем. А не выражаем мы это, когда, как нам кажется, мы находимся в рамках какого-то такого строгого дискурса, когда нам нельзя использовать экспрессивных слов, или когда, допустим, разговариваем опять же с женщиной, и нам кажется, что это может ее задеть. Вот, это первый момент. А второй момент как раз на тему суффикса. Ну, тут я не думаю, что стоит, на самом деле, углубляться в историю. То есть, во-первых, что ша – это немецкий суффикс, кстати говоря. Он проник в русский язык в 17 веке из-за какого-то… Я не скажу, потому что там даже несовременные немецкие нужно к старому немецкому обращаться. То есть, немецкий суффикс ша, который действительно вытеснил суффикс к по распространенности в то время, еще 400 лет назад. Именно поэтому у нас ша, а в украинском и белорусском языках, и в остальных славянских наиболее популярный суффикс ка. Потом еще момент такой есть. Вот часто говорят, просто глупость какая-то. Значит, допустим, там, почему, скажем, там, блогерша? Это неправильно. Почему блогерка должна быть? Потому что блогерша – это же суффик ша, это значит, жена блогера. Ну, друзья, я думаю, стоит смотреть не на то, что написано в каком-то старом-престаром словаре, а смотреть на то, как реально употребляется. А в реальных текстах, в реальных речах никто никогда не говорит блогерша, как жена блогера. Просто, ну, семантика суффикса изменилась. Вот, действительно есть у некоторых людей мнение, что это суффикс вносит какой-то уничижительный характер. То есть, я с этим соглашусь, но я как носитель языка это чувствую. Ты это чувствуешь эвфемистски, все это чувствуют. Но тут у меня такое мнение, что изменять экспрессивность какой-то морфемы, то есть, делать так, то есть, употреблять… Сейчас, изменять экспрессивность какой-то морфемы – это гораздо легче, чем вводить новую морфему. То есть, смотри, два варианта. У нас, допустим, есть слово блогер, мы хотим сделать феминистик. Феминистик предлагает говорить блогерка, потому что вот это звучит неуничижительно и так далее. Но они предлагают новое слово. А куда проще брать старое слово, блогерша, но использовать его, ну, скажем так, серьезной миной. И семантика этого слова тоже поменяется, и семантика суффикса тоже поменяется. То есть, мне кажется, такая работа проще. То есть, я такую работу, скажем так, одобряю. Но здесь феминистки, на самом деле, делают достаточно разумные вещи. Они просто проводят грань. То есть, они, во-первых, делят людей на своих и чужих таким образом, с помощью языка. И с помощью использования вот этих вот суффиксов дистанцируются от людей, которые не принимают их систему ценностей. Это, на самом деле, дает им более эффективные инструменты по культурной борьбе, которую они ведут. Ну, это ты описал самый простой механизм жаргона. То есть, создается субкультурный какой-то язык. Да. Но я, на самом деле... Который настаивает на том, чтобы стать мейнстримом. Да, но нет, я не знаю, какой еще жаргон можешь настаивать на том, чтобы стать мейнстримом. Ну да, потому что феминистки пытаются свою повестку максимально широко распространять. А язык разве не через жаргон меняется? Да. То есть, смотри, жаргон, как и диалекты, как и просторечие, как все вот эти низовые формы языка, это, собственно говоря, его естественное развитие и есть. Это другое дело, как мы это называем. То есть, сейчас мы это называем жаргон. 500 лет назад такого слова не знали. Но это называли, не знаю, как это произойдет. Ну, просто речь. Да, просто речь это то, но мы просто находимся в рамках, когда мы начинаем говорить, вот, типа, это жаргон, это просто речи, мы находимся в рамках такой нововременной системы, как лингвисты, ну, вообще ученые нового времени членили язык. То есть, самое главное, что есть некое ядро, это литературный язык, он основывается или на речи образованных людей, ну, как правило, знати, или на текстах, так называемых классиков литературы, то есть, круг авторитетных текстов. Соответственно, кто владеет этим литературным языком, ну, этот человек, ну, престижно это. То есть, это негде даже, можно сказать, механизм угнетения был. То есть, вот, например, для Франции это очень характерно, что знать как раз 17 века была осознана вот эта проблема, что нужно приближать литературный язык к речи двора, и, соответственно, в дальнейшем вот тот, кто не владеет хорошо вот именно вот этим языком двора, у него там было меньше возможности продвигаться по... А почему это не инструменты угнетения? Нет, нет, это как раз говорю, это инструменты угнетения, это я ослышался, наверное. Вот, то есть, это нововременно. И точно так же продолжается, вот, допустим, в советское время, то есть, когда человек, который в 60-е годы владеет нормами, у него нет какого-то акцента там диалектного, он там четко понимает, что это там, вот такие слова, допустим, нельзя употреблять там в эфире или там на каких-то важных мероприятиях, вот этот человек имеет куда больше шансов продвинуться по карьерной лестнице, чем человек, который плохо владеет. Ну, тут можно сразу, что исключение привести, это всякие наши партработники, вот, но тут такой момент, что они, наверное, не предполагали, что они будут публичными... Фигурами. Да, публичными, вот настолько публичными, как сейчас, то есть, грубо говоря, они на своих собраниях могут быть как угодно, и большинство, кстати, 20-е годы... Ну, с другой стороны, Жириновский на этом самом уровне пулся. Да, Жириновский как бы продолжает говорить так, как на самом деле очень многие советские чиновники говорили просто в своем кругу. Черная грязь! Отвратительная баба! Последняя! Владимир Рульф! Материться нельзя! А как иначе? Нельзя! А как иначе? В 20-е годы вообще многие там матерились, то есть там вообще очень интересный был момент, что когда только большевики пришли к власти, они на своих собраниях продолжали разговаривать, ну, так как они в своем кругу общались, то есть это речь отнюдь не литературная, куча мата, куча каких-то своих, ну, сленговых словечек, назовем это так, вот. А потом со временем, как ситуация культуры начала меняться, они все более становились публичными, там какие-то речи в газеты стали записывать, и многие начинали думать, типа, а вообще так нормально говорить или нет? Вот, и какие-то интеллигенты прежние, допустим, типа Троцкого, этим возмущались, что вот, мол, я человек такой образованный, вот, и я должен слушать вот эту их грязную речь. И там очень как раз любопытно, что в 30-е годы, речь начала о партработниках изменяться, вот она зависела от того, допустим, насколько важные лица присутствуют. То есть, если, допустим, там есть Сталин, то тогда нам нужно держать себя в руках, не материться, так стараться говорить по-красивее, по-правильней. Если Сталин и какие-то такого рода фигуры уходили, то по-прежнему начинался вот такой базар, который недопустим для политика, ну, как сейчас считается. Это не является вот формой того, как язык как раз и влияет на сознание, что, во-первых, он создает социальное расслоение, которое поддерживается с помощью языка, как раз то, на чем настаивают феминистки, и создается в том числе и новая реальность. Вот новояз, который создали коммунисты, это, опять же, был способ определить лояльность людей, занятых в разговоре. Да, это понятно, что человек, который хочет, скажем так, войти в тот же большевистский круг, он обязан уметь разговаривать так же, как большевики. Да, и действительно, были всякие специфические вещи, вплоть до архаизмов. То есть, вот есть очень хорошая книга, кому интересно, «Селищев. Язык революционной эпохи». Это 1928 год, автор написал эту книгу, и там как раз тут очень показано хорошо, например, из чего состоит так называемый большевистский язык, и там самые разнородные элементы, то есть, начиная от каких-то немецких заимствований, калек прямых, ну, допустим, в общем и целом. От каких-то религионализмов, допустим, мы с тобой говорим сейчас полчаса, там пол второго, пол третьего, еще в 19-м веке так не говорили, это польская конструкция. Пукт, який, жгоджинный. А до этого говорили только половина, и вот это польское влияние, потому что много, допустим, поляков было среди большевиков. И вплоть до каких-то архаизмов. То есть, там очень разнородные. Там еще были искусственно сконструированные слова, вот все вот эти безумные заграждения. Да, 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 то есть, ну, я говорю, очень разнородный язык. Значит, к вопросу о том, насколько, да, действительно, человек из определенной социальной среды, допустим, из деревни, он владеет определенной разновидностью языка, и это накладывает дополнительные ограничения на его дальнейшую жизнь, если он не избавляется от них. Не во всех обществах, ну, в некоторых накладывают. Допустим, в советском обществе 60-х годов. Но тут тоже не нужно, вот тут смотри, все как бы друг с другом связано. Это они же так говорят не потому, что, не знаю, язык какой-то такой, то есть, не знаю, как сформулировать, а потому что они как раз именно в этой среде и возникли. Если бы тот же самый человек родился и вырос в другой среде, то владел бы другим идиомом. То есть, я бы не стал вот это назвать именно влиянием языка на судьбу человека, это влияние среды на судьбу человека. Человек впитывает из себя... А как здесь разобраться, что курица, а что яйцо? Да уж никак. Это просто, вот мне кажется, тоже каждый конкретный случай смотреть, и смотреть, и не впадавшись в софистику просто. А что в таком случае значит эстетическая оценка языка? Вообще, вот из чего это появляется идея о том, что язык может быть красивым? Ну, во-первых, это идея культурозависима, то есть, грубо говоря, она не везде может быть. То есть, какому-то, допустим, первобытному обществу или даже такому традиционному, допустим, какие-нибудь там оленеводы. Не может, ну, не бывает такой идеи. У них есть, я уверен, они считают там свои песни очень красивыми. Нет, это другой момент. Это другой момент. Конечно, это у них, скорее так, разные регистры, я бы это назвал так, современным термином. То есть, не понимаешь, что сказки на одном языке скажут, песни на другом. Допустим, с детьми так разговаривают, со взрослыми всяко. Это регистры называется. А что я имею в виду под эстетическим воззрением? Когда, допустим, ну, тот же самый возьмем момент со склонением. То есть, вот возьмем насущное, тоже у меня есть об этом видео, типа, я живу в Иваново или в Иванове? Значит, что тут можно сказать? То есть, какая-то такая справка чистая. По норме можно и так, и так. Вариант «я живу в Иванове» более старый, потому что все славянские названия всегда склонялись. А вариант «я живу в Иваново» он широко распространился только после войны, потому что это из речи военных пришло. У них принято не склонять. Эстетическая составляющая какая? Кто-то говорит «я живу в Иванове» – это порча языка, мы так никогда не говорили, звучит ужасно, искажает слово. Артемий Лебедев научил, по крайней мере, всю Москву говорить в Домодедове вместо Домодедова. Да не то, чтобы Артемий Лебедев. Артемий Лебедев это научил. Многие думают, что это территориально. Они в Москве так себе говорят и учат всю страну так иначе. Это скорее тоже зависит от социального распределения. В Москве было больше интеллигентов, которые владели старой нормой, поэтому для них это более естественно. Очевидно, что в каком-то рабочем городке цвяк никто не говорит. В этом случае Артемий Лебедев – это был такой форс. Я помню, как он появился, и он повлиял на умы. Ну, у Артемий Лебедев много вообще всяких советов такого языкового и неязыкового характера дает. Мне уже вот эта книга «Исководство». Там про все, там и вы с большой буквы. Интересно, кстати, книжку советую почитать всем. Вот, значит, первый взгляд. Люди, которые, скорее всего, так не привыкли говорить, им кажется, что это искажение языка. Это стандартный момент, что склонение слова считается искажением, если его дают несклонение. Другой взгляд, допустим, мой эстетический, а не лингвистический взгляд, мне нравится, когда есть полный парадигма склонения у всех имен, в том числе имен славянских. Допустим, я скажу так, что… Это говорит человек с именем. Да, это говорит человек, что имя склоняется на минуточку. Мне, скажем так, симпатизируют всякие старые образцы речи. Просто нравится. Мне язык 18 века очень нравится, просто чудесный. И поэтому из каких-то таких полу-лингвистических, полуэстетических соображений я предпочитаю склонять те слова, которые, может быть, даже большинство людей в моем окружении не склоняет. Но при этом всем, конечно, я стараюсь учитывать, чтобы что-то может звучать странновато, а что-то будет звучать, как будто я совсем полный фрик. То есть, допустим, если я скажу, что там самолет, не знаю, в Домодедове, то есть люди, скорее всего, у них есть вот это, вспоминаешь, типа, так склоняется, не склоняется, ну, наверное, как-то, наверное, он лингвист лучше знает. А если я скажу, что самолет в Монаке, как говорили в начале 19 века, это уже будет совсем странно, потому что так никто никогда ничего не слышал. То есть тут нужно, короче, в деле эстетизации каких-то языковых форм нужно всегда вот на чашу весу находиться, находить равновесие между тем, вот каким-то своим личным эстетическим мнением и между тем, ну, насколько это общественно, это отреагирует. То же самое, кстати, фемитиво. А откуда берется вообще идея о том, что язык может быть красивым? То есть это такой инструмент передачи информации. Почему нам кажется, что какой-то подход к передаче информации красив, а какой-то не очень? Ну, я думаю, что это от каких-то культурных моментов зависит. То есть не стал бы этого зайдить конкретно к какой-то философии. Ну, просто если эстетизировать можно все, что угодно, почему нельзя эстетизировать язык? И более того, я тебе скажу, что, например, для 18 века и для начала 19 века момент эстетический в языке, он очень актуален. То же самое Пуштин, когда, ну, допустим, в его время была, как называется, короче, разные формы можно было употреблять, то есть не было, допустим, единой нормы в каком-то одном месте. И Пуштин очень часто выбирал одну из форм, просто потому что она ему нравится, и все, а не из-за каких-то логических соображений. То есть вот этот эстетический подход к языку сейчас, он, кажется, уже не очень приемлем. То есть если, допустим, меня там, ну, кто-то спросит, вот, почему там нужно говорить так, а нет, а я отвечу так, ну, так красивее, ну, это будет странно звучать. Для тебя красивее, а для меня нет вообще. Кто-то такой, чтобы мы к твоему мнению прислушивались. Вот, так что я эстетический взгляд на язык стараюсь никогда не выносить за предел своей собственной речи, то есть я его не навязываю. А насколько взаимосвязана письменная речь и устная? Это очень зависит от конкретной письменной традиции. То есть где-то она сильно связана и, ну, и в силу культурных причин и в силу каких-то практических. Ну, например, очевидно, что вот как мы в месседжере, переписываемся там ВКонтакте, и эта речь очень похожа на то, как мы именно говорим. Но это новый регистр, который только-только возник на наших глазах, вот потому что еще раньше этого всего не было. и, ну, там, в 90-е годы, то есть до появления массового распространения интернета и до такой вот простой доступности этих всех средств. Я до сих пор даже некую неловкость ощущаю, что я вот привык уже вот всем подряд вот так вот писать по простенькому, назовем это так, а на работе же там важным людям ты пишешь, и там ты не месседжер, ты на почте пишешь, и вот постоянно вот эти здравствуйте, имя, отчество, там все формы, у меня это немножко прям угнетает. А я немножко не имею в виду, я имею в виду, что почему мы в письменной речи можем себе позволять совершенно не те формы, которые позволяем в устной, я имею в виду не устоявшиеся, там, какие-то выражения, да, и политез, я имею в виду, ну, там, я не знаю, вот подонковский язык, например, он существовал в письменной форме, он не существовал в устной. Он может возникнуть только в определенной социокультурной ситуации, параллельно, кстати, я сейчас приведу, когда большинство людей уже грамотные, они четко знают, по крайней мере, что вот, допустим, это слово, там, это пунктуация, она всегда вот такая, то есть это не то, что какое-то там редкое слово искажается, и которое там кто-то может по-разному написать, и это такая шутка, то есть по поводу, наоборот, постебать, типа, нарочно пишем вот так вот, как очевидно, что мы так пишем, не то, что мы тупо и не знаем, как правильно писать, а потому, что мы шутим, это языковая игра, вот, то есть, может, это части троллинг, там, граммар нации или просто людей, которые ревностно относятся к литературным нормам. И вот очень хорошая параллель, так называемая Йоко Монахорум, называть монашей шуткой, буквально, то же самое было в Средневековье, значит, ну, в Западной Европе, этот Бахтин об этом писал, вот, то есть все монахи, ну, кто, кто эти тексты может прочесть потенциально, они прекрасно знают латынь, то есть очевидно, что они знают, как пишет стильные слова и так далее, но слова нарочно начинают искажаться, чтобы вот какую-то языковую игру создать, то есть вот такой вот высокий уровень культуры. Да, но я не всем это спросил, я спросил, почему вот эта игра, почему эта игра и шутка не переносится в устную речь, в той же, в рамках той же самой. Ну, как сказать, не переносится, неужели ты никогда не говорил «кроссавчик», «привет, медведь», то есть нарочно вот сделая там звонкие согласные, на конце. Потому что «кроссавчик» говорил, но вот той речью, которой ты можешь написать полотно текста… Потому что если ты начнешь всю речь говорить таким языком, тебя просто стукнут. Ну, мы говорим про субкультуру. Нет, субкультура чаще, субкультура в интернете, она… Она же выходит на вечеринке, то есть я был на подолговской вечеринке, да, и там… Такие были, это какой год? Мне было типа 16, я выходил. По-моему, вот то, что отдельная лексика проникает в речь, та, которая наиболее как-то экспрессивно, удачно звучит, ну, вот, значит, это выходит в речь. Или, допустим, пример вот уже моего поколения, то есть я не знаю, насколько ты так говоришь, но я так часто… Другое дело, что у меня тоже, говорят, типа понахватался там от мелких отшкольников каких-то. Я в школе три года работал, но сейчас еще у меня аудитории много такой. Вот, типа, нахватался от них вот этих словечек. Вот, я действительно, ну, можно вообразить такие ситуации, когда я скажу, типа, не давай встретимся, а давай встр. Или, допустим, что-то мне нравится, а что-то мне нра. Вот тоже такие сокращения. То есть нра еще нормально, хотя бы гласный есть. А вот эти встр, крыч, там же даже гласных нет. Получается, как в чешском языке у нас какие-то слоговые планы появляются. Вот. Я такое могу в свою устную речь допустить? Ну, ты, видимо, нет, раз ты на меня так смотришь. Встр, я бы не сказал, да. Но нра, как бы, нра это давно существует. Ну, нра там хотя бы гласный есть, а встро нет. Такая мысль, которую я хотел задвинуть, вот нам часто говорят, богатство языка – это там поговорки, пословицы. Ну, это все какое-то старею, это какой-то крестьянин сказал там в 19 веке, вот и на богатство русского языка. По-моему, те же, то же самое явление, оно существует сейчас, только у нас сейчас вместо тех же самых поговорок, у нас вот эти мемные статисты, я бы не знаю, как называть, не тексты, а структуры. То есть те же самые, там, допустим, можно пошутить, там, значит, кто-то начал бухтеть и дестабилизировать ситуацию в маршрутке, или когда там вот это свата админом. Это афоризма. Да. Нет, смотри, а тут же, или, допустим, вот это про Сталин 3000, как только это не перейдет, это достаточно крупные куски текста, но многие люди их чуть ли не наизусть знают, они какие-то элементы заменяют сообразной ситуации. По-моему, это ничем вот принципиально не по, не то, как это назвать, а по своей сути, по своему духу не отличается от всех вот этих поговорок. То есть в этом плане человек, который много вот этих мемных текстов использует в своей речи, он не очень богатый, хороший русский язык. Угрожают ли языку заимствования из других языков? То есть краткий ответ – нет. Но могу пояснить, что, на мой взгляд, действительно может угрожать языку из-за, скажем так, наземного влияния. Это когда, допустим, русский язык полностью вытеснется из какой-то одной сферы. Ну, как это было, допустим, в 18-м веке с наукой. У нас до середины 18-го века фактически не существовало науки на русском языке. То есть они говорят, что не писали никаких научных текстов, но они там, в общем, две совершенно разные структуры были, как folk history – нормальная история академическая. Писали все на немецком, на латыни и так далее. А потом просто во всей Европе начался процесс перевода науки на национальные языки. Вот я в лекции попуризм свой недавний рассказывал как раз. И в том числе русский был переведен на язык науки. А, естественно, ситуация, которая была до этого, она не очень хороша. А зачем? Потому что наука-то развивается, появляются новые понятия, термины, а русский язык не развивается. И, допустим, если сейчас представить такую ситуацию с той же самой наукой, что вот нам все говорят – нужно писать научные статьи на английском языке, чтобы нас читали. Но сейчас это как-то вяло. У нас все же не согласились. Нас люди в целом плохо знают английский язык. И сейчас писать только на английском – это вот немногие на это готовы. А если была такая ситуация, как, допустим, в Норвегии, какой-нибудь современной, где реально почти все уже в науке пишут на английском, то, наверное, это не очень хорошо. Опять же, по той же самой причине. Потому что наука идет вперед, система понятия развивается, а язык не развивается, потому что, допустим, физиология не развивается. А в какой момент иностранное заимствование начинает восприниматься как естественная часть собственного языка? Вот мы говорим там светофор, мы не думаем о том, что это заимствование слово. Да. Ну, наверное, когда, в первую очередь, когда слово или изменяется очень сильно, и люди просто перестают чувствовать эту связь, или теряется какое-то вот это культурное знание. То есть, почему мы не осознаем, что слово светофор – это иностранное слово? Потому что, ну, абсолютно большинство людей не знает греческого языка, и они не видят здесь греческого корня. Вот. Как бы светонос. Вот. А если бы мы знали, ну, наверное, мы бы ощущали, то есть, мы сейчас английский, да, или французский тоже познаем французский, и по фонетике чисто легко познать. Вот. То есть, я думаю, что это, опять же, связано вот с двумя моментами. Первое – насколько слово сильно изменилось фонетически, а второе – это насколько люди знают язык, из которого оно пришло. Ну, есть слова, которые вообще фонетически не изменялись. Там слово «робот», например, да, вот оно прям напрямую заимствовано. Да, ну, робот – чешское слово, славянское, вот. То есть, то, что там корень, как бы, то же самое, которое украинское «робить» и «делать». Вот, ну, как бы, раб наш. Ну, можно многие, не знаю, «машина», там, «компьютер» этих слов очень. «Компьютер», да, это русское слово или иностранное. Не, ну, слушай, ты тоже, значит, что, значит, люди не замечают. Ну, то есть, я не знаю, может, я, конечно, лингвист, мне трудно ответить на вопрос. Ну, как бы, если ты любого человека так, ну, большинство людей, ты подойди к ней на улице, спроси. «Машина» – это русское слово? Ну, наверное, если человек совсем не тупой, он, ну, скажет, ну, типа, оно есть, например, в русском кино, оно не наше, не славянское. Конечно, нет, но оно не вызывает отторжения. Вот, когда мы слышим наших замечательных депутатов, которые борются за чистоту русского языка, они не будут привозить слово «компьютер», как слово, от которого нужно избавиться. Они уже приняли как свое. Это тоже зависит, на самом деле, от того, во-первых, из какого языка это было взято, и, значит, насколько это слово, скажем так, было нужно, насколько его русский аналог был громозднее. То есть, вместо «компьютера» у нас что, электронно-вычислительная машина или ЭВМ? Ну, ЭВМ еще надо, там коротенькое, можно было бы. Ну, просто первый момент. «Компьютер» – как бы новая техника, то есть, мы осознаем, что это новая реалия к нам пришла. Если бы мы заменили какое-то слово там, допустим, не знаю, там «пахать», не знаю, начали бы какое-то иностранное использовать, нам бы все говорили, типа «а нафига это слово нужно? Что, типа, у нас своего пахать нет?» А вот «компьютер» – это как-то неочевидно. И третий момент – это из какого языка это слово приходит. Если слово приходит из какого-то языка того народа, который нам не представляется каким-то там культурно-значимым для нас, не представляет угрозы. Допустим, слово «мамонт» я приводил, оно из там разной темологии, но вообще с какого-то сибирского языка, короче. Как бы нам вообще по барабану на вот этих, ну, как бы, эти, допустим, тунгусы, условно говоря, они никакого угрозы для нашего языка не могут представлять. А английские заимствования – это плохо, потому что у нас их очень много, и вообще там США, там Англия, они как бы наши там противники идеологические. То есть, вот это, ну, сразу вот тоже в эту культурную сетку все встраивается, то есть, опять же, очень многофакторно. То есть, и вот ты так говоришь, что такие-то слова воспринимаются плохо, такие-то нет. Ну, это твое личное ощущение, опять же. То есть, кто-то может думать по-другому. Хорошо, нет, но кто-то, кто-то всегда может думать по-другому, но мы говорим о каких-то таких хорошо интерсубъективных явлениях, то есть, ну, я не знаю, для меня, например, было шоком, я очень долго раздражался на слово «фрэш», которое, по всей видимости, уже прижилось. Я не понимал, зачем оно нужно, оно выполняло, по-моему, заменительную функцию, да, ну, то есть, на свежий сок, и свежий сок. Свежевыжатый сок. Свежий сок – это свежее, когда не протух еще, вот. Да, не скид. Это уже особенности советских реалий. Ну, что я лично думаю по поводу слова «фрэш». Ну, во-первых, оно лучше, чем свежевыжатый сок, просто то, что оно короче. Ну, наверное, это вот именно как-то из каких-то более-менее рациональных аргументов – это все. Вот. Если бы слово у нас было какое-то другое, короткое, наверное, я бы тоже был против. Ну, это, опять же, тоже моя субъективная оценка. Ситуация, что в России там, условно говоря, ты приезжаешь в Владивосток и там говорят, по сути, на том же самом русском языке – это ситуация абсолютно аномальная для всего остального мира. Я бы конкретно проделал Владивосток, я бы связался с двумя вещами. Первое, что все наши диалекты, которые за Уралом – это диалекты, так называемого, вторичного образования. То есть наши диалекты, они там в древнерусскую эпоху возникли, там какой-то русский север, Новгород, Псков и так далее. А вот эти все, они в основном заселялись выходцами людей в 16-17 веках, и позже, и в советское время. И поэтому, во-первых, из-за того, что там вот такая каша из населения, то и постоянно кто-то новый приезжает, они стараются говорить на каком-то наиболее общее таком литературном языке. Это первый момент, который важен, почему в Сибири, на Дальнем Востоке говорят почти так же, как у нас. Второй момент – это политика Советского Союза по искоренению диалектов. Просто там это наиболее просто было, потому что там сами диалектные различия были. Даже Псков тоже не говорит на каком-то своем особенном диалекте. Нет, Псков не говорит на то, что население Новгорода Пскова, оно, извини меня там, ну, за Псков, к сожалению, не могу сказать, но новгородское население, оно во время войны почти полностью было уничтожено. То есть те люди, которые сейчас живут в Новгороде, это те, которые заселяли после войны большей части. Опять же, какие у нас... Хорошо. Ты хочешь сказать, что до войны в Пскове был жив? Ну, опять, что значит жив? Он, очевидно, был жив в области, он до сих пор жив, так называемый гдовский архаичный говор, вот их очень любят лингвисты используют. Вот, кстати говоря... Говор – это не диалект все-таки. Ну, смотри, да, я согласен, то есть говор – это более мелкая единица, но у нас чисто терминологически есть расхождение. То есть, допустим, какой-нибудь флаговский диалект, но... Да, констранственный такой диалект, но гдовский говор. Ну да, гдов – это более маленький сюжет. Ну, просто смотри, там... Нет, ты меня чисто терминологически спрашиваешь. Нет, хорошо, я просто нет имею в виду. Я имею в виду, что если ты приезжаешь в Европу, там до сих пор сохранились диалекты, там провансальский диалект, но только-только сейчас ушел на второй план. Потому что они все говорят языком русской интеллектологии первичного образования. Это сто лет в обед было, и они действительно там сохранились. Нет, ну хорошо, но вот псковский диалект, он когда-то существовал? Ну, древнепсковский диалект, да. То есть, вот то, о чем я тебе сейчас сказал, некий псковский диалект, который сильно отличается. Это не язык города Пскова, это язык Псковской области и определенных его районов. Вот. А что касается городов, ну, конкретно, если мы говорим о Новгороде и Пскове, то, к сожалению, я про Псков не знаю, но пусть комментаторы напишут, но история Новгорода такова, что население Новгорода за всю историю России почти полностью сменялось четыре раза. И последний раз это было во время войны. Хорошо. Псков, Новгород – это вот отдельные изолированные примеры. Почему в России нету, в принципе, регионов, в котором бы сохранился диалект именно русского языка? Нет, ну, нет, конечно, слушаю. Во-первых, они есть. Начнем с того, что, например, я сам слушал, не сказал бы, что я ездил в диалектологическую экспедицию, я сам ее организовывал для школьников. Вот так. Это была, конкретно, Вологодская область, Кирилловский район, село Ферапонта. То есть мы язык, говор вот этого отдельного села изучали, и там, да, можно и не просто где-то нужно в какой-то глухой дом забраться, где живет бабка, которая 90 лет. Вот, не только так, то есть вот заходишь в магазин, там, ну, молодые, ну, так, 30-40 лет, люди между собой говорят с оконем, со специфическими там чертами. То есть вот на фонетическом плане диалект сохраняется, у них и своя лексика, и специфическая, у них немножко есть своя грамматика. Вот, но одну вещь я даже в свою речь перенял, это не очень нравится, типа, смотрите, типа, двойной-тройной, а один почему-то одинарный, другой сывкс, а там, говорят, одна иной, вот, и все говорят, например, вот одна иной, это я не абы там от кого услышал, это женщина какой-то, она сотрудник там чего-то там важного, короче, в музее, вот, в библиотеке, вот мы с ней как раз занятия проводили. То есть на таком уровне, то есть если ты захочешь услышать русский диалект, ты без труда доберешься до тех мест, где можно услышать другое дело, что так, да, действительно, не говорят, как правило, в городах, не говорят, как правило, молодежь и так далее, потому что диалекты у нас не престижны, а в какой-нибудь Германии, я не могу сказать, что не престижны, по крайней мере, к ним нейтральные отношения, поэтому нет ничего зазорного в том, что хотя бы между собой разговаривать на этом диалекте, ну, и, наверное, нет ничего зазорного точно в том, хотя бы то, что есть три немецких витипедии. Влад Дюч и еще какая-то одна, я не помню. Хорошо, а насколько вообще разумно поддерживать существование умирающих языков? Ой, слушай, это самая такая тема. Смотри, опять же, есть две позиции. Нет, наверное, позиции больше, но две, которые я назову. Первая – это позиция, которую, как правило, озвучат лингвисты, она заключается в следующем, что почему нужно сохранять и диалекты, и малоязыки, и в общем, любые разновидности языка, которые как-то… языка с большой буквы, скажем так, которые умирают, потому что разнообразные формы языка, разнообразные формы мышления, разнообразные культуры… Так ты не только что это раскритиковал, сказав, что нет такого. Я вот эту позицию сейчас тебе тоже раскритикую просто. Да. Разнообразные культуры и так далее. То есть, теряя язык малого народа, мы, в общем, всегда теряем очень большое богатство. Ну, в некотором плане ты можешь так посмотреть, но только дело в том, что такая установка напрямую восходит к культуре романтизма, к философии и так далее. Когда мы все такое народное, диалектно, мы как-то романтизируем, и за это начинаем считать, что это очень круто. Хотя практическая установка, которая была в эпоху просвещения во Франции, которые большевики у нас, как правило, разделяли, хотя тоже это очень… языковая политика разная у нас была. Это, наоборот, действительно. А зачем эти языки нужны? Если они умирают, это значит, что… Вот как Ленин говорил, что сначала мы там пройдем такую-то там языковую политику, а что останется потом, определят потребности экономического оборота. То есть вот мы толчок им дадим, а дальше посмотрим. Вот. И тут тоже у многих людей, в том числе как раз в основном у носителей, а не у русских людей, которые этим беспокоятся, допустим, какого-нибудь там ивенкийского языка, они говорят, зачем нам этот язык нужен, потому что, во-первых, все мы знаем русский… Ну погоди, погоди, вот прямо сейчас сожжение произошло… Да, да, да. Я не ошибаюсь. В Ижевске. В Ижевске, да. А где человек умер за свой язык. Последнее сообщение его было. Ну, слушай, это… Ну, я, конечно, не хочу, наверное, как-то сейчас резко сказать, но поможешь, просто детскую кукуху поехал у него. Вот. Ради того, что вот этот закон, который непонятно, какие у него будут последствия… Ну, то есть, опять же, то, что язык, на мой взгляд, то, что язык преподается в школе какое-то количество часов, это совершенно не значит, что это будет хорошим шагом в сторону его сохранения вообще. Потому что, если что-то действительно не используется в повседневной жизни или что-то тебе невыгодно знать, ты это забываешь. Вот это такая позиция. Язык – это способ создания новой культурной идентичности и сохранения собственной культурной идентичности. Вот. Это второе. Если уж говорить о том, что, смотри, какие-то ненужные языки, то, ну, вот, евреи показали, как классно с помощью языка можно создать новой культурной идентичности. Это будет второй момент, о котором хочу говорить. То есть, да. Когда они возродили евреи. Да. То есть, смотри, опять вот, две позиции, почему нужно сохранить молодые языки. Первая. Вот. Позиция, которую, как правило, только лингвисты выражают, это, что нам языки нужны, фактически, чтобы сохранялось многообразие и, чтобы оставался материал нам для изучения. Ну, правильно. Чтобы было за что деньги получили. Да, в экспедициях есть. И, да, реально очень большие гранты получают. Ну, это, конечно, такой наиболее выдающийся пример. Ну, там вплоть до миллиона рублей, вот, выделяя чисто на то, чтобы там следовало за какого-то села, вот, у тюркских народов. Я не буду называть фамилии, потому что я лично знаю эту женщину. Любой, кто знаком с лингвистами, знает, что так происходит. Да, но деньги можно получить очень большие. Ну, по моему опыту, на не такую уж прям сложную задачу изучить директ какой-то там в одной деревне. Это первый момент. Я такую позицию не разделяю, потому что, ну, опять же, вот я понимаю некие культурные истоки, мне она чисто как-то почвозь, наверное, не симпатична. А я, то есть, если меня спросить, я за сохранение малых языков, ну, малых языков, значит, хотя бы с этого, или против, я отвечу за. И тут я, наверное, смотрю с такой, ну, с немножко националистической перспективы, вот, то есть, мои политические взгляды сейчас, я каминг-аут такой совершил в некотором плане. Ну, точнее так, большинство людей и так знали, но тут чтобы сразу было понятно, с какой точки зрения я говорю. Зритель царь-геймера, на что вы хотите? Да, нет, я царь-геймер, я смотрю только хайлайты, которые там с маргой или какие-то приколы. Нет, нет, я по грому так не посматриваю, неинтересно. Вот. Значит, позиция такая, что сохранение малых языков нужно, чтобы не размывались национальные культурные идентичности, и это причем не выгодно, ну, как бы, не сохранение языков, то есть исчезновение, это невыгодно и как русским националистам, так и националистам местным. Почему? Почему это невыгодно русским? Потому что, условно говоря, если какой-то определенный народ полностью происходит языковой сдвиг, он переходит на русский язык, то, в принципе, в русского может записаться кто угодно, и вот кто такой русский, это становится вообще совершенно какой-то спекулятивной темой, потому что уже ни внешность, ни культура, вот только, ну, язык вот, фактически, остается, и то тоже, это религиональные разновидности русского языка. То есть ничто у нас не может четко определить, как человек русский или нет. Тут тоже сразу могут меня начать там метаться. Вот, у меня тоже, у меня, как бы, если вот меня спросить, что я думаю, кто такой русский, я отвечу чисто тоже, как вот так, субъективная оценка. Тот, кого, скорее всего, большинство, как бы, людей русских, каких, конвенционально русских, признали бы русским. Вот. Ой, это опасная формулировка. Это опасная политическая формулировка очень. Ну опять, нет, я, поскольку я не политик, у меня эта формулировка, ну, как бы, я не думаю об ее опасности, вот. Ты лишаешь человека права на самоидентификацию, идентифицируешь его через мнение о человеке других. Это ты означаешь и означаемый, ты делаешь человек объектом. Такая самоидентификация существует во многих религиозных сообществах. Кто такой христианин, тот того, другие христиане считают христианином. Так что, ну, я такой пролить провожу. Ну, это, в общем, мы это через 20 веке прошли, это очень опасный подход. Да, извините. Да, соглашусь. Я сразу признаю, что у меня эта позиция, может быть, какая-то не очень проработанная, потому что просто, ну, нанимая тему, то есть это я так для себя что-то там думал. У малых народов, у них вот возникает такое своеобразие со слоем манкуртов. То есть, ну, это, знаешь, для Казахстана это актуально, что появляются люди, которые не знают своего, так называемого, этнического языка. Это вот так называется, типа, если ты, допустим, казах, но ты не знаешь казахского, то казахский для тебя не родной язык, он для тебя этнический. Вот. Ты, в общем, им не интересуешься, ты не интересуешься особо своей культурой. Вот. И, положим, ты считаешь себя русским, а жить вообще хочешь как европейца. Вот такой слой людей. Вот. И в чем проблема? В том, что они, вот как Герсон про своего отца рассказывал, очень многие так интеллигенция наша русская была в начале 19 века, они как бы чужие для нас, то есть чужие на родине, чужие в гостях. То есть, у нас их не совсем, допустим, в том случае, русскими считают, вот этих интеллигентов таких. А у нас, вон, сколько лет очкариков-то за русских не считали. Да, да, да. Я уж таких времен не застал. Вот. И на Западе вот этих русских дворян, которые говорят по-французски, их тоже за французов, разумеется, никто и не считает. Это русские мужики, которые просто почему-то начали говорить по-французски. То же самое и здесь, да, те же самые казахи, допустим. Их у себя не все казахи считают. Типа, какие же не казахи, если они говорят по-русски, они не интересуются вообще ничем, что связаны с Казахстаном. А русские их не считают. Хотя, потому что они выглядят по-другому, хотя, потому что они другой культуры, все же немножко. Ну вот, с одной стороны, может быть, в этом ничего плохого и нет, потому что из таких людей накапливается какое-то достаточно большое количество. Ну, слушайте, это повод просто для создания новой идентичности культурной. Вот. Но просто раньше-то это все всегда происходило достаточно к простому. То есть, там, уехал далеко, там, живешь в какой-то своей деревне на отшибе, и в тебя, в принципе, может создаться как на Кавказе часто бывает. Там через гору перешел, там уже другой народ живет. Вот и все. А как это все будет работать в 21 веке в современных наших условиях, я не знаю. Поэтому это тоже очень много для меня тут вопросов без ответа. Константин Крылов в свое время для русских, которые говорят на других языках, придумал слово «вырусь». Это к вопросу о том, почему опасно определять идентичность через общественное мнение. Потому что мало народов, кто любит из себя выписывать больше, чем русские. Значит, выписать из русских – это такая просто народная забава. Ну, потому что для русских это актуально. Сколько у нас новиопов, в общем, и сколько раз у нас политика менялась в отношении к меньшинствам за хотя бы последние 150 лет. Поэтому не удивительно. Тебя еще не выписывали из русских? А меня-то что? Яхте говорят. Требуется ли русскому языку очередная реформа по упрощению, вот по модели советского времени 18-го года? По упрощению орфографии? Да, думаю, нет. Потому что у нас, смотри, у нас наша орфография устроена по так называемому морфологическому принципу. Не сто процентов. И, кстати говоря, реформа орфографии 18-го года, она немножко нас отдалила от него. Но большей частью. Что это значит? Это значит, что русский язык, русская орфография стремится к тому, чтобы одна и та же морфема была, как правило, записана всегда одним и тем же образом вне зависимости от своего окружения. То есть одна приставка будет выглядеть всегда одинаково, независимо от того, там, звонкая, глухая согласная идет в корни и так далее. Там суффиксы у нас будут выглядеть одинаково. То есть, допустим, почему мы пишем французский, французский, хотя во всех остальных языках, во многих славянских языках, в польском, пишут просто французский. Вот. Почему? Потому что у нас морфологический принцип. Корень француз, суффикс древнерусский, ериск, ну, просто с-к в современном русском языке. И нам нужно сохранить вид всех из них, не сделая так называемого фузии, то есть слияния морфе. Но отдельные такие слова у нас есть. То есть, допустим, слово дурацкий мы пишем через С, хотя, если бы сто процентов исследовали эту принципу, то мы писали бы дуракский. Вот. Поскольку такая система, ей относительно легко научить, вот, то есть, ну, самое главное, что система есть, вот так, я бы сказал, то есть не буду говорить, легко научить, уже школьники поспорят со мной. Вот. Наверное, это действительно немножко сложнее, чем письмо фонетическое. Но суть в том, что тут есть своя логика, которая абсолютно прозрачна для всех людей, которые уже этой системой владеют, и поэтому реформы не требуется. То есть, нет такой того, как, допустим, есть во многом в английском языке, что реально, даже из той, чем образованный, ты можешь не понимать, как слово читается, если ты увидишь первый раз, что очень много вещей ты тупо запоминаешь, или как было как раз те до реформы 18-го года, когда нужно было запоминать всякие, там, большой лист слов, корней, морфема с ядем. Очень много вот такой нерегулярности было. Ее реформа упростила. А в современной русской орфографии нерегулярностей такого рода, что нам нужно звучить какую-то уйму слов, которые пишутся не так, как было по правилам, у нас маловато, относительно маловато. Вот. Поэтому реформа нам, в общем, не нужна. И самое главное, не нужна нам, потому что, во-первых, почему вообще любая реформа языка, она такой вред наносит. Первый момент, ну, это стоит очень много денег. Ну, это ладно, это может кто-то переживет, как бы деньги мы потратим сейчас. Кто-то переживет, а кто-то даже раз заработает. Да, да, да. Деньги потратим сейчас, а, как сказать, орфография у нас остается. Это как вот метро строит, типа стройка на время, там метро навсегда тоже. Реформа на время. Постройка при этом не заканчивается. Да, стройки на заканчивается. Вот это не одобрен такое. Вот. Это первый, второй момент, те, кто до этого были грамотными, они резко станут неграмотными, потому что им нужно будет учить новый стандарт и фактически полностью грамотными, без каких-либо проблем будут только те люди, которые в год реформы идут в первый класс. Вот. То есть это целое поколение немножко выпадает. Ладно, там несколько слов меняет написание. Вот. Хотя это тоже всегда встречает сопротивление общества, как, допустим, в 2002 году было. Мы могли сейчас с тобой писать парашют через У, жюри через У, тоже вот такие там вещи были. Вот наша общественность возмутилась, что наш язык хотят испортить. А может ли такая подобная реформа привести к как раз стратификации общества, условно говоря, на классы, на те, кто будет писать на новый, на постреформенном языке, на менее высоком, так скажем. И те, кто будет писать по старой орфографии, таким образом будет причислять себя к более образованному, если сказать сообществу. Ну, в Корее такое происходит. Конечно, может. Привилегированный класс, неправильно, есть группа корейцев, которые до сих пор пытаются использовать иероглифы. Ты спросил, может ли это произойти? Конечно, может. Тем более, в истории нашей страны это происходило как минимум один раз. Когда? Ну, 18-й год, когда белые продолжали писать эстетификации. Да-да-да, но они проиграли. И это все-таки была часть войны белых и красных, там, советской России и царской России. Да. То есть, при том, что реформу-то задумали, на самом деле, еще в царское время, про сближки ее осуществили у белых, она сразу связалась именно с красным движением, поэтому было такое резкое отторжение. Вот. Ну, тебя этот пример не очень устраивает. Ну, дай другой пример из истории белорусского языка. Есть две орфографии – Тараштевица и Наркомовка. Тараштевица – это, собственно, орфография тириллица для белорусского языка, придумал человек по фамилии Тараштевич. Я не помню, какой это год, но, в общем, это вроде начало XX века. Могу ошибаться. Вот. Ну, и свои особенности, короче, есть у нее. А другая орфография – это Наркомовка. То есть, я уже название тут подсказываю кое-что. Это орфография, которая была введена в 30-е годы. То есть, там какие-то моменты были внутренние противоречия, Тараштевица устранены, а где-то было просто соединение, ну, спряжение белорусской орфографии с русской. Вот. И, в общем, во-первых, сейчас в нынешней Белоруссии там, ну, по-разному есть отношения. То есть, конечно, официально на Наркомовке, но очень многие пишут Тараштевицы. В интернете у нас вроде даже две Википедии есть на разных орфографиях. Конечно, те, кто, во-первых, такие прозападные националистические, тем более белорусов в эмиграции, которые там уезжали в начале XX века, они тоже пишут Тараштевицы. Вот. Нет, они националисты вообще латинкой пишут на польский этот манер. Вот. То есть, да, действительно, вот орфография в некотором плане так расколола общество. А насколько повторим эксперимент, который произошел в Израиле, по возрождению языка, который де-факто был мертв, уже много старик. Ну, скажем так, чисто вот… И почему тогда получилось? Ну, смотри, первый вопрос. Он, ну, ладно, не так уж прям сложно повторим, другое дело в каких-то масштабах будет. То есть, у нас есть достаточно много примеров, когда, во-первых, энтузиасты выучивают какой-то вымерший язык на очень высоком уровне. Вот. Ну, может привести пример прусского языка. То есть, таких людей в мире всего там несколько десятков, но есть люди, которые действительно вот на прусском могут… Ну, кто даже эсперанто выучился. Да, ну да. То есть, эсперанто – это один из самых удачных проектов, потому что эсперанто сейчас говорит людей больше, чем на каком-то огромном количестве живых языков просто. Вот. То есть, для того, чтобы язык снова возродить, максимально в том понимании, которое можно вложить, скажем так, в общем, хитрая формулировка, нужно, чтобы твои дети усвоили новый язык как или… Это само собой. Это понятно. Я имею в виду, возможно ли этот эксперимент повторить как попытку там национального возражения? Да. Возможно, например, взять и вернуться к старой флаганике? Нет, нет, нет. Подожди, дай про язык говорить разные вещи. Вот. То есть, я говорю, в принципе, в этом ничего гиперсложного невероятного нет. И много есть примеров таких. Опять же, вот язык острова Мэн – это между Ирландией и Британией. Наверняка с каким-то другими кельтскими языками тоже что-то такое есть. Я просто не знаю. Вот это русский язык, вот это Литвы, Калининградской области. Очень много, на самом деле, людей в Индии религиозных говорят на санскрите. То есть, это язык там в деревне. То есть, есть люди, для которых санскрит до сих пор родной, друзья. Вот на минутку. Я, скорее, имел ввиду возможность перевести культуру на новый язык. Вот так, как это сделал еврей. Да. Вот самый главный, конечно, культурный момент. То есть, это, на самом деле, единственный никакой не лингвистический, там никакие нюансы не важны. Единственный ответ, почему у евреев получилось это сделать, потому что очень мощный был, не знаю, культурный запрос, я бы это так назвал. То есть, было очень многих сионистов, можно так сказать, желание, чтобы еврейский народ снова соединился, чтобы он снова заговорил на своем древнем языке. И государство Израиля, которое было создано, оно это поддерживало. На самом деле, еврит много ходил еще до создания Израиля. Вот. То есть, очень много энтузиастов было, и потом были введены, скажем так, репрессивные меры против тех, кто, допустим, продолжал как-то использовать европейские языки на территории Израиля. Вот. То есть, большое количество энтузиастов, плюс определенная государственная поддержка, плюс определенное финансирование, вот это позволило евреев действительно выйти на очень достойный уровень и обзавестись таким большим количеством носителей. Чисто теоретически то же самое можно произвести с абсолютно любым языком, но просто где ты найдешь столько энтузиастов. Вот, допустим, если я, наверное, в принципе, если я найду таких сумасшедших, которые выучат какой-нибудь прославянский язык, вот, в формате напевок, вот, и я начну с ними говорить, и я уеду в деревню и зайду детей, они будут говорить на этом про славянского, в этом ничего прям сложного нету. Но другое дело, что все эти проекты, они вот именно из, если они вообще как-то реализуются, они остаются на уровне там какой-то одной малюсенькой ячейки, там, эти десяти человек. Ну, мне на самом деле нравится, вот, к какому итогу мы подошли. Хотя, вот, мы начали с того, что язык это в первую очередь инструмент, с помощью которого создается идентичность и поддерживается культурная идентичность. И закончили тем же самым, просто в другом контексте. Я здесь собственный итог сейчас подведу, ты, может, со мной не согласиться. Но, мне кажется, язык это один из мощнейших вообще инструментов политического влияния. И это то, что, конечно, и, собственно, основатели Израиля понимали очень хорошо, это то, что очень хорошо сегодня понимают феминистки. И силу языка недооценивать не стоит. Ну, в общем, да, за все хорошее против всего плохого. Мне нравится такой вот. Отлично. Спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте криптовалюту, если вам нравится, что я делаю. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо.